В эфире телеканал Лоба информационная программа в студии Наталья Литвиненко. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. На встрече с чемпионатом мира по футболу в городе Сочи в Лобинске состоялась передача флагов всекубанской акции. 95-летний юбилей отметил ветеран Великой Отечественной войны Иван Данилович Немчинов. Лобинск принял эстафету всекубанской акции в поддержку проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. Флаг акции торжественно передали спортсмены Курганинского района. Большое спортивное и яркое мероприятие состоялось в минувшую субботу в Лобинске. Спорткомплекс «Олимп» собрал сотни юных спортсменов и тех, кто способствует развитию физкультуры и спорта в Лобинском районе. Приняли участие представители всех уровней власти. Делегации всех поселений парадом под реляцией вышли в зал, в котором с минуты на минуту состоится церемония передачи флагов всекубанской акции на встречу чемпионату мира по футболу в Сочи. Построились и представители спортивных школ. Участники акции приветствовали ветеранов спорта. Не сомневаюсь, что Краснодарский край, частности город Сочи, проведет великолепное свою участие в чемпионатах мира по футболу. И убежден, что многие среди, болельщики, участники, футболисты, могут в городе сочи и в Краснодарском крае, а я уверен, что приемлю к инфекцию. И Краснодар стал городом. Убежден, многие из вас найдут свое место в большом спорте. Мулиська станет чемпионами мира, а не пистик чемпионами. Самое главное знать, будешь, чтобы грекли и быть патриотами Владимирского района и Краснодарского края. К собравшимся в зале обратился первый заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Сергей Мясищев, депутаты ЗСК Геннадий Шабунин и Ивана Артеменко. Последние годы развитию спорта на Кубани уделяется много внимания. Предусмотрена финансовая поддержка и на этот год. Только в этом году из краевого бюджета администрация и законодательное собрание выделили свыше 6 миллиардов рублей. Более 42% турбанцев активно занимаются спортом. И, конечно же, все это создает фонд, позитивный фонд для проведения игр чемпионата мира по футболу Сочи. Поэтому желаю всем удачи, успехов и спортивного настроения. Почетные гости рассказали о 21-м чемпионате мира по футболу, финальная часть которого пройдет с 14 июня по 15 июля этого года. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России. И это первый случай в истории российского спорта, когда наша страна будет хозяйкой чемпионата мира по футболу. Символом всекубанской акции в поддержку чемпионата стал флаг. Он побывает во всех 44 муниципальных образованиях. В Лобинском районе задержится на две недели. Его привезла курганинская спортсменка, мастер спорта России по футболу, пятикратная чемпионка России Ольга Свинухова. Далее Александр Демченко передал флаг всекубанской акции мастеру спорта России по футболу Василию Яблонскому. Еще один важный для спортсменов момент. Валерий Подубнов передал памятный футбольный мяч, который будет храниться в нашем районе. На нем подписи ветеранов кубанского футбола. Мяч торжественно вручили юному футболисту, члену футбольного клуба «Краснодар», чемпиону всекубанского турнира среди детских дворовых команд, лучшему вратарю в межрайонном турнире 2017 года Арутюну Карагизяну. Праздник в честь эстафеты украсили показательные выступления лобинских спортсменов и танцевальные пары. Акция в поддержку чемпионата мира по футболу в Сочи должна поднять на более высокий уровень кубанский спорт. Эта акция создана не только для того, чтобы рассказать о чемпионате мира, хотя это в принципе ее основная задача, потому что зачастую во многих отдаленных районах не знают, когда будет проводиться чемпионат, какие города будут его принимать, где можно купить билет, как можно стать волонтером, как просто побывать на каких-то мероприятиях, допустим, такой как фестиваль болельщика. А именно задача этой акции рассказать о самом чемпионате, тех командах, которые будут принимать участие, и около спортивных мероприятиях, которые будут проходить. Но дополнительная задача – это в первую очередь популяризация спорта, потому что занимаясь спортом человек в первую очередь уходит от негативного влияния, то, что у нас, как говорят, негативное влияние улицы. Ну и, конечно же, уходит из домов, где сейчас век научно-технического прогресса, и многие дети просиживают часами за компьютерами. А приходя в спортивный зал или на спортивную площадку, он приобретает новых друзей, общение. То есть это то, ради чего, собственно, дети и занимаются спортом. Если взять Лобинский район, я за ним наблюдаю уже с 1981 года. Я сюда приезжал в 1981-1982 году. Во-первых, растет и укрепляется материально-техническая база. Футбол в Лобинске был. Я не могу сказать, чтобы они занимали первые места в первенстве Краснодарского края, но всегда призеры в десятке они были. Дальше, воспитание детей. Ваши тренеры замечательная работа. В соревнованиях в кубке губернатора вы тоже находитесь в призерах. Дальше, здесь, среди детских спортивных школ тоже в призерах находятся. Кроме этого, у вас другие виды спорта очень хорошо развиты. Это легкая атлетика, мастера спорта международного класса вами подготовлено. Греко-римская борьба, восточное единоборство у вас прекрасно развито. То есть виды спорта у вас есть. Поэтому я желаю только удачи и успехов Лобинского района спортсменам и тренерам подготовки и воспитания членов сборной команд Краснодарского края. Акция мирового масштаба, российского масштаба, всекубанского масштаба. Эта акция огромный плюс для жителей Краснодарского края, потому что у нас есть уникальнейшая возможность принять участие в качестве зрителей и посетить соревнования. Поэтому это дорогого стоит. Безусловно, это даст импульс в развитии спорта, в укреплении престижа России на мировой спортивной арене и в развитии российского футбола, в дополнительной динамике. Он нуждается в этом. Лобинский футбол также развивается. У нас есть и футбольные клубы, много детей занимаются спортом. Поэтому без сомнения появится больше интереса и больше желания заниматься этим замечательным и зрелищным видом спорта, футбола. Когда началась эта акция, я вспомнил, как строился Олимп. Вспомнил те годы, как это было непросто пройти эту ситуацию. И мысли перенеслись в настоящее. Мы видим много детей, да, при том уже детей таких титулованных, заслуженных спортсменов. Мы видим 6 спортивных школ, мы видим 12 команд сельских поселений. Мы видим радостные детские лица, юношеские лица. И вот это огромнейшее мероприятие, когда передается флаг международных спортивных соревнований по футболу, это, конечно, зажгло всех. В течение двух недель флаг акций побывает во всех поселениях Лобинского района. Там запланированы спортивные праздники, соревнования и турниры. А этот торжественный момент запомнится надолго юным футболистам, говорит их тренер. Я думаю, это одно из главных мероприятий для наших детей. Почему? Потому что это, скажем так, очень большая реклама для футбола, для развития футбола. То есть это праздник для детей, которые в дальнейшем у них отложатся очень надолго. Почему? Потому что это их жизнь, такое бывает, скажем так, раз только в жизни. Поэтому я думаю, что многие поедут на сам чемпионат, на игры. И то есть у детей это будет большой толчок для дальнейшего занятия футболом. Спустя две недели флаг в поддержку чемпионата мира по футболу продолжит свой путь по территории Новокубанского района. Людмила Никонова, Георгий Сопов, телекомпания «Лоба». 95 лет отметил житель Лобинска Иван Данилович Немчинов. С юбилейной даты ветерана Великой Отечественной войны поздравили близкие представители районной городской администрации и общественность. Цветы, подарки, много слов пожелания, здоровья и долголетия. Поздравление с юбилейной датой принимает Иван Данилович Немчинов. Ветерану Великой Отечественной войны исполнилось 95 лет. В рамках проекта «Старшее поколение. Поздравить юбиляра» и вручить персональное поздравление президента Российской Федерации Владимира Путина приехали представители местной власти. Вас поздравить с такой прекрасной датой. Пожелать вам крепкого здоровья, счастья, заботы близких, которые вас окружают любовью. И разрешите вам вручить конверт, который с личной подписью Владимира Владимировича Путина. Поздравление с юбилеем ветерану передал глава города. Он вам прислал приветственный адрес, здесь слова написал вам, хорошие пожелания. Но от себя лично хочу добавить, только здоровья, здоровья, здоровья. Смотрю, оптимизма вам не занимать, вы очень бодренький. Так что так и продолжайте. Вот еще небольшой подарочек вам. Всего доброго. Своим гостям юбиляр рассказал о непростой и насыщенной жизни. На фронт ушел в ноябре 41-го года. Так началась его военная биография, которую хорошо изучили родные ветераны. Он начинал с Воронежского фронта и кончил в Чехословакии. Имеет награды за боевые заслуги, за двагу, за победу над Германией. И в Чехословакии. Славные, хорошие награды. Был в Румынии, Чехословакии, Австрии, в городе Бруновой она окончилась. Нас только под Германию подошли мы отсюда. Я прошел от Харькова, пошли, дошел до города Бруновой, Чехословакии. А в Чехословакии уже, там же они и граничатся с немцами. Смотрим война, там передали по радио, передают. Ой, братва тут. Ну как, каждый радовал. А в каких войсках служили? Зенитные, 28-й. Был 167-я стрелковая дивизия, 520-й стрелковый полк. Был пулеметчиком, минометчиком. А когда попал в госпиталь, в Тамбовск, в город Мичуринск, оттуда попал уже в 28-я зенитная дивизия, 1558-й зенитно-артиллерийский полк, 3-я рота. После войны Иван Данилович работал в сельском хозяйстве. Я работал и прицепщиком, и на плугах, и на тракторе. Подменял, койка до ночи, что с ним работаем. Ну, хотя они не тракторист, а все равно с этим работаем, с напарником. Он отдыхает, а я круга два там сделаю, как говорится, на тракторе. Да на всем проработаю. В общем, что в крестьянстве есть, на всем работаю. Последние 10 лет Иван Данилович живет у сына. Несмотря на почтенный возраст, ветеран ведет активный образ жизни. Часто прогуливается по любимому городу. Каждый день навещает питомцев, которые остались на прежнем адресе проживания. Старается быть в курсе событий, происходящих во всем мире. Пройдусь отсюда, там, где я жил, на Крымской. Оттуда пройдусь сюда. Вот это мне больше уже. Вот это вся работа. Позавтра как пошел, пришел пообедал дальше. Надо и пойду. Не надо, сяду, смотрю, больше телевизор смотрю. Время покажет, да время встречи. Сегодня ветеране заботится его сын. Говорит, отец является гордостью всей семьи. Помог вот построить дом. Это он все помогал, конечно. Одному было бы трудно очень. Это в 80-х годах. Вот построили. Ну, что еще вам? Как он, как отец? Да как отец, как все отцы. Отличный отец. Так что... Хороший отец. Иван Данилович человек удивительной судьбы, который сегодня рассказал нам о том, как они встречали победу. Он рассказал о своей работе в колхозе. О том, как своим личным примером показывает молодому поколению, как необходимо быть бодрым, крепким, сильным. И самое главное, это иметь уверенность в завтрашнем дне. Наталья Твиненко, Татьяна Щукина, Георгий Сопов, телекомпания «Лаба». Это все новости. А сразу после рекламы Ирина Берекова познакомлюсь с прогнозом погоды. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова